Воронежская область Воронежская область Они и сегодня живут по Ветхому Завету, чтут традиции и соблюдают праздники. Хотя здесь, в отдаленной провинции русского Черноземья, это и выглядит довольно необычно. Даловский район Воронежской области – один из самых сельских в регионе. Здесь вообще нет городов, да и оживленные автотрассы остались где-то там, в стороне. Плодородная почва российского Черноземья стимулирует земледелие, к тому же, если есть еще и благодатная почва отечественного импортозамещения. Но и это, как хорошо видно из окна поезда или машины, не слишком отразилось на состоянии русской деревни. Пусть даже она и не совсем русская. Когда ты в высоком, в голове все время крутится. Поселок, он какой? Русский? Вроде бы нет. Еврейский? Тоже нет. Но большая часть его жителей исповедуют иудаизм и даже называют себя евреями. Как же так? И кто же они, эти истово верующие иудеи с широкими русскими лицами? Русские крестьяне, которые приняли иудаизм. Еврейство. Это не по крови. Мы у нас в паспортах, у нас свидетельство о рождении, везде написано русские. Все русские. И отец у меня русский. Точно неизвестно, что именно заставляло коренных воронежских, а также орловских, тульских и саратовских крестьян становиться иудеями. Ведь этот переход в иную веру, который начался еще в 15 веке, а в 17 на фоне церковного раскола стал массовым, называли не иначе, как ересью жидовствующих. Ни светская, ни церковная власти иудействующих не жаловали, а в первой четверти 19 века субботников даже высылали на Кавказ и в Сибирь. Что, впрочем, не только не отвратило русских иудеев от избранной ими веры, а, кажется, напротив, лишь их укрепило. И нас вот все презирали раньше, евреи, вот презирали нас. Вот сейчас я ничего не хочу сказать. Нас вот, и в Таловы приедем, вот нас как-то все уважают. Может, вот за наше поведение, за наш труд, вот за наше вот такое вот общение. Не знаю. А раньше вот нас презирали как-то евреи. Не дружелюбно к нам относились. Нашу собеседницу зовут Анна Аврамовна Митрофанова. В Высоком сплошь и рядом так. Имена еврейские, а фамилии русские. Это одна из традиций поселка, которую чтут и соблюдают наравне с иудейскими. Мы субботы сейчас как-то остерегаемся. В каком смысле? Ну, не вот в пятницу наготовим, а в субботу отдыхаем. Не работаем. Ну, не к спеху, если дело. На огороде мы не занимаемся в субботу. Вот такие дела. Ну, а так вот, коров мы водили. Ну, коровы же не бросишь, если не дойный стоит в обед там, алька-то все равно доить будешь. Потому-то их и прозвали субботниками. Ведь почитали они не воскресенье, а субботу. Не Новый Завет, а Ветхий. Не иконы и священников, а талмуд и митцвы. Ну, и обрезание. Куда ж без него. Отец у меня тоже обрезание у него производили. Все у нас вот. Ну, у нас вот обрезание было, наверное, до какого? До 61-го года. А потом уже не стали. Перестали? Перестали, да. В 20-х годах прошлого столетия почти всех русских иудеев, проживавших в Воронежской области, переселили в два поселка Таловского района. Глухого, зато плодородного. Этими поселками были Ильинка и Высокий. Первый недавно растерял все иудейское население. А второй пока остается оплотом субботничества. Фактически, одним из последних в стране. Ну, дочка, она со мной. Мы живем там через два дома. Когда я отдыхаю, она со мной. Ну, как-то она еще. А сын, он живет в Подмосковье. Ну, чего же он будет соблюдать? Мы же им теперь не прикажем. Ну, раньше традиции такие были. Я маму не могла ни в чем ослушаться. У меня мама была, это Бог для меня был. Жизнь субботников маятником колебалась вместе с жизнью страны. В 30-е их преследовали и отправляли в лагеря. В 50-е, после смерти Сталина, их оставили в покое. Они молились, изучали Талмуд и отмечали еврейские праздники. А местный колхоз когда-то даже назывался «еврейский крестьянин». Но, начиная с 70-х, как только для советских евреев появилась возможность уехать в Израиль, Ильинка и Высокий стали заметно редеть. Благо, в качестве основания для репатриации значился ги-юр – процедура обращения нееврея в иудаизм. Анна Аврамовна тоже подумывала подать документы на отъезд. Однако ее мама категорически воспротивилась покидать родину в поисках новой. Я рада, что я не уехала в Израиль. Ни хуже мамы тоже. Я не предала свою родину. Я тут дома. Ничего. Пенсию получаем, я довольна. Мы получаем пенсию, нам хватает. Я, например, не то жучу, я не уехала. Далекий Израиль, впрочем, тоже не забывал о ревностных хранителях веры и традиций поселка Высокий. И как мог помогал. Присылал дружественные делегации, свиток Торы в построенную синагогу и даже раввина, который, впрочем, среди воронежских субботников так и не прижился. Не смог наладить контакт со старейшинами одной из двух поселковых общин. Той, которая закрыта для внешнего мира. Ее члены не ходят в местную синагогу, предпочитая собираться, как в прежние времена, тайком в своих домах. А с журналистами не общаются и вовсе. Рассказывают, что кого-то из приезжих коллег чуть было не побили камнями, когда те попытались было зайти во время молитв. Так что теперь Высокий обходится без раввина, даже без приезжего. Зато у синагоги есть габай, ее староста или распорядитель. Раньше собирались, конечно, был раввин. Хорошо мы проводили шабаты вообще. Шабаты богатые были. Приезжали с Воронежа раньше и фильмы показывали. И у нас там был такой Урик Уриэль. Он пел такие, у него голос такой вот оперный вот был какой-то. Ой, как он пел хорошо. Александр Моисеевич вспоминает, как еще лет 10 назад в новой синагоге собиралось до сотни сельчан. Всю свою жизнь он прожил в Высоком, работал водителем. И был в этой жизни лишь один небольшой перерыв, когда он, как и многие односельчане, собрал чемоданы и отправился в Израиль. А вы язык выучили? Нет. Ну, шалом, манишма. А в Израиль тоже был? А что, работал. Ну, а фамилик-то хоть выучил? Нет. Нет? А что я буду обманывать? Нет, не учил. Работал. Работал. Но он все же вернулся в родной поселок, стал габаем и теперь хранит ключ от молельного дома и следит за порядком в помещении, которое оживляется, пожалуй, только по субботам и по большим праздникам. Недавно вот справили новый 5782 год. Новый год прошел великолепно. Вот. Это был у нас самый первый праздник. Новый год прошел хорошо. А потом, это самое, Суккот, Йом-Кипур, Суккот. Ну, собрались мы тут в синагоге. Миньяна не было у нас просто. Миньян – это минимально необходимое для совершения публичного богослужения количество присутствующих. Для Миньяна в синагоге должны быть как минимум 10 взрослых мужчин. Но в последнее время собрать миньян никак не удается. И во время субботней молитвы оживленной остается только женская часть синагоги. А в мужской бывает по 2-3 человека. Это молельный зал. Молельный зал. Он разделяется. Женщина в одной половине, мужчина в другой. Это Арон-Кодыш. Это место, где хранится Тора. Это Бима, за которой проходит это самое, читает. Еще сравнительно недавно в поселковую синагогу захаживали и гости из Израиля. Уехавшие было жители, приезжающие иногда родственники, педагоги еврейских образовательных программ, да и просто любопытствующие. Но в последнее время из-за закрытых границ сообщение между Высоким и Израилем окончательно прервалось. Дети тоже приехали, побыли и потом опять уехали. Сейчас мы с бабкой тут, а наши дети и внучата живут в Израиле. Конечно, тоскуем, привет им передаем моим хорошим. Понять обитателей Высокого и разложить по полочкам их убеждения, традиции и мировоззрения довольно сложно. Если вообще возможно. Это взрывная смесь русского и еврейского, иудейского и светского. Соблюдение традиций и в то же время какая-то наивная готовность ими при необходимости пренебречь. Впрочем, в Йом-Кипур, день очищения, бросить с нескольких семян подсолнечника в колодец здесь, в Высоком, никто не забывает. Вот он, колодец у нас. Мы семечки бросали туда. Как агрессивно от них уже кинешь, и вот он все заберет, вода все заберет туда с собой, и все. Мария Яковлевна из языков знает только русский. Еврейских книг не читала, а про кашрут, систему ритуальных правил, в том числе приготовление пищи, ей подробно никто не рассказывал. Но в Высоком все все знают. То, что, как они считают, им нужно знать. Детка, сама прочитаю, что могу, и все. Бога гневить не надо. Дело, мы готовимся, к субботе мы готовимся, и все. Сейчас шаббат мы соблюдаем. Ну, если я курей покупаю в магазине, какой может быть? Мария вместе с родным поселком прошла через все горести и радости, через полуподпольные молитвы и расцвет веры, через работу в колхозе и отъезд в Израиль, куда разрешили выехать лишь ей и ее маме, потому что взрослые дети, далекие от религии, дозволения на въезд не получили. Скучала из-за того, что дети здесь. Дети. Из-за детей. А если были бы дети, может, так и жили бы там. А детей нету. Подходит дочь. Мам, да как ты мне нужна? Жить в Израиле Марии нравилось, хоть она и скучала по детям, оставшимся в России. Но вернуться все-таки пришлось, когда тяжело заболела ее мама. Мама тут заболела, ей сделали операцию, она поехали, поехали. Я, говорит, умру. Где родилась я? Я, говорит, умру. И здесь, там меня, говорит, похоронят. Меня, говорит, там муж. Меня, говорит, там мама, папа. Но чаще все же оттуда не возвращаются. И высокий продолжает пустеть. Как недавно совсем опустела Ильинка, один из двух иудейских поселков Воронежской области. И Александр – последний ее иудей. Ну, как вам сказать, последний. Вот которые тут все местные аборигены. Из них я, да. Вот недели, ровно месяц назад умерла, даже жила бабушка, моя двоюродная тетка. Это было месяц назад, как раз вчера. А так все уехали. Тут среди приезжих много евреев. Так вот, по слухам, по разговорам. Но они все скрываются. Воронежские субботники, на удивление, хлебосольные хозяева. Ни из одного дома наших героев нам не удалось уйти без какого-либо угощения. Вот и последний иудей Ильинки решил полакомить нас своим виноградом. Таким сладким, будто корни его в самой святой земле. А что за сорт? А я сам не знаю. Дарик решил вот один. Бывал он с другим таким. Хорошим, а то какие-то не очень редкие. Но, конечно, одним лишь воронежским черноземом не объяснить столь сладкий урожай. Известно, что предки нынешних иудеев были крайне трудолюбивы. И места обитания выбирали очень тщательно. Там Тишанка, отсюда на килограмм сорок. Там жили наши прадеды. Одни вышли в евреи, а другие остались в русских. И они выбрали самый дальний уголок в нашем районе. Село последнее в нашем районе. Как там, что у них было, по какой причине они ушли. Кто их надумал, я не могу сказать. Вот так мы оказались евреями. Ну, это уже летом до революции где-то дело было. Те, кто ушли в евреи, все наши сюда переехали. А некоторые переехали в другое место, туда за Талой. Там они жили. Ну, как бы они были более такие прогрессивные. Не то, что прогрессивные, но поближе к району. Где можно найти работу, там и рынок сбыта своей продукции. Работы, впрочем, и в самой Ильинке хватало. Поселок был большим, сотня с лишним дворов. А в каждой из иудейских семей было по 5-7 детей. Хозяйство держали как собственные, так и общие. Но в 70-х все изменилось. И открылась та самая, пусть еще не дверь, но щелочка, через которую русские евреи стали потихоньку переселяться в Израиль. У нас тут были такие очень религиозные. Они еще всю жизнь собирались уезжать в Палестину, в Палестину. Долгих тут и их вызывали, и гоняли их, не пускали в советское время. А потом, как-то я не знаю, в каком году. В годах, в 80-х как-то начали отпускать их. И они все отсюда в 90-х, с 80-х по 90-х год. Все как-то прям скопом начали подниматься и уезжать. Уже к концу 90-х из более чем сотни семей в Ильинке осталось не больше десятка. А в пустующие дома приехали жители других регионов и даже переселенцы из Средней Азии. Но и те надолго здесь не задерживались, потому что в городах было проще и быстрее заработать. Когда наши жили, все держали гусей и уток. Это у всех было. Сюняки не держали, держали гуси, куры, утки, коров, быки, все. Гуси выпустят все, когда днем прут, воды не видно. Здесь был белый, вот эти гуси. Они, правильно, они еще в траву ели, они ныряли, еще в траву они все поедали. А потом потихоньку понаехали к приезжей. Они уже не стали ничего держать. И так постепенно все запустили, запустили. Да не то, что там прут весь заросый. Даже около себя они плохо убирают. Потому что остальные молодые уезжают, работы нет. А старикам уже не под силу. Он всегда работал водителем. Сначала на пассажирских автобусах, потом возил каких-то начальников. И денег, говорит, всегда было в достатке. Потому Александр и не поехал в Израиль, когда уезжали остальные, включая и родственников. Ведь здесь было все. И квартира, и дом, и машина с гаражом. Но несколько лет назад он все же не сдержался и отправился посмотреть на тамошнюю жизнь, быстро осознав разницу между богатством Израиля и Ильинки. Я вроде живу неплохо. Я верчусь, кручусь везде. На всем стараюсь деньги заработать, прожить, чтобы кучерява. Ну, когда поехал, билет взял. Я тут женщин со мной жил. Билет взял, чтобы денег взял, чтобы прикинул, сколько. Ну, и, короче, взял себе еще денег. Пальчик пятерок. Ну, думаю, покажу, как нужно жить. Приехали, поведя, как они живут. Я почти не две недели замолчал. Я почувствовал себя ущербным. Сейчас с Александру уже 67. И уезжать он больше никуда не хочет. Говорит, поздно спохватился. Остается последним иудеем Ильинки, которому не нужны раввины синагога, чтобы молиться и соблюдать шаббат. И с Богом, и с миром он общается на единственном понятном ему языке. Русском. Языка еврейского я абсолютно не знаю. Знать только одно слово. Когда братья мои сюда приезжали, чья-то в том году, и в этом году никто не приезжал. А так обычно у нас как с лета начинается, и все едут, едут, едут. В военных много, с едем едут все. И вот они постоянно как бы сядем выбивать. У них была поговорка «Лохаем», это мог быть добро. А я говорю, ребята, давайте не лохаем, а просто-напросто скажем по-русски «Лохаем», да и все. Русские иудеи – люди необычной судьбы. Они давно перестали быть своими на исторической родине, но и новая не могла порой принять их как родных. Кто-то уехал и ассимилировался, став не в пример более истово верующим, чем многие из израильтян. А кто-то остался доживать свой век в России, которая подозрительно косится, глядя на широкие русские лица правоверных иудеев. Большинство такое советские, как мы их называем, русские, русские, все у них уже, вот эта вот будет церковь. Вот они у нас живут в селе, у нас живут, и прям сидят и говорят, евреи, евреи, хотя он живет в нашем поселке. Он моложе меня, моложе меня, но дитё он мне пустит. И он начинает, а хотя живет в нашем селе. И вот я старше, я говорю, и не могу ему ничего сказать, потому что он может с ним драться. А своя иудейская молодежь в высоком больше оставаться не хочет. Кто может, проходит обряд Гиюра и готовится к эмиграции. Остальные, выбирая между молитвой и заработком, останавливаются на последнем. Ведь здесь не Израиль, и государство за изучение священных текстов платить не собирается. Ему надо идти молиться, а ему надо на работу идти. И вот у нас молодежь вот из-за этого вот так вот идит на работу. И все же условия такие, что... Ну, не позволяет идти на это молиться, ему надо идти на работу. Молодежь все побросала, и ничья не на ком, и все. Там так же молились, и тогда Тору целовали, все на свете, все было. Все бросили. Ну, все бросили, помешался вот весь народ. Ну, а что помешался? У меня вот с ноги обои, русские, они его, они их, ребята обои, обрезанные у меня. А всех перевоспитали под свое колено. Вот, ничего не сделать. Мария Федоровна – одна из старейших жительниц поселка. Родилась аж в 38-м году. Но прекрасно помнит прежнюю жизнь Высокого. Ту, в которой суббота была обязательной для всех. Когда по праздникам звучал шафар, а шафет точил свой обрядовый нож. Молод скажет, пенхоз у нас был тут, сын Райана. Ходит с толстыми пышками, паска, а он придет, ханг. Да что же он, сын Райана, с толстыми пышками ходит? А ты мне стеклянцем кормишь. Вот пышка, стеклянцем. У нее необычный для этих мест язык, хотя она никогда не была в чужих краях, кроме родной Воронежской области. Говорит, и сама всегда удивлялась своей манере говорить. Мать у меня, как я скажу, еврейская, а папа его ликвидировали или как с озерок. Он в техникум несчастный был. Прибился к маме. Он как русский считается. Из-за своего русского папани она не смогла вместе со всеми уехать в Израиль, хоть и пыталась. И даже собрав вещи, до Москвы доехала. А теперь Мария возмущается, почему тогда на пике Большой Алии великого переселения советских евреев всех выпустили, а ее нет. Быть может, дело в смешанном браке родителей? Нет, такие тоже уезжали. Или в недостаточной вере? И это нет. Ведь они здесь, как никто и нигде, истововерующие во все и во всех. Молитва, оптинский старца, Господь, дай нам душевный покой. Как он сделал? Наступивший день. Но что несет с собой этот новый день, душевный покой или новые беспокойства, в высоком никто сказать не может. Вот был бы Равин, он бы наверняка дал ответ и на этот сложный вопрос. Ну а пока высокий стремительно пустеет, насыщая своими необычными жителями другие страны и города. И те в них безвозвратно растворяются, внося с собой это невероятное и неповторимое явление русских иудеев Воронежской области. Редактор субтитров А.Семкин